биджей бляшкович представляет снова я вас приветствую дорогие друзья меня зовут метро и сегодня мы будем с вами проходить с нового по 1798 года на этот раз за французов за наполеона посмотреть так сказать объективно со стороны французов как пошла бы война и так давайте посмотрим что за генерал у нас есть во первых это дюмурье двойная тяжелая кавалия легкая артиллерия но это уже я попутал генералы конечно так вот тайны гладейцы мо есть есть строение клода есть не два дыма сцены есть вот еще тайные гренадёры как вот от джордана здесь вот пушка легкая мормона так вот еще дз двойная гладейской кавалии и последний генерал который я вижу и двойная их ревертилии наполеона будут еще назначение еще три штуки но пока пока обойдемся и таким составом и так в первую же очередь давайте-ка мы подойдем к вы ильбургу так пушка такое давайте вы слабо как но здесь вы поняли по и на конницу на стену мы подтянем будет принимать участие в битве за британию так ну тут плимут вот еще что так теперь пушка и дз не знаю если честно надеюсь что турки нам помогут тут подавить немножко священно римлян когда мы сможем мормона и дз на португалию поскольку надо где-то нам еще и с португальцами как-то разбираться так все вроде бы еще людишки есть их тоже можно подтянут сюда законницу наверно лучше все же наверх корабликами ходить пока мы встанем не вижу в этом пока глубинного смысла ход журдан с массиной очень неплохо идут я думаю что на ван получил я думаю что 60 не снесет никто так что много пойдем так нужно лишь 57 перейдем дорожку и атакуем такой общий бестолковый довольно густ первый можно людей подтянуть желание швейцарцев не трогать так у нас наполеон так у нас наполеон так у нас наполеон немножко англии сейчас мы легко разделаемся колеса изобретать не нужно с англичанами так пусть артиллерия отдаст жару жару а августа первого таки не убили ну ладно наполеон молодец а а а а а Очередную оплошность допускают уражеские войска, в которой мы уже вполне неплохие позиции занимаем. Так, не подтянем угол оттуды, пусть артиллерия сберется с августом. Линейную пехоту не получилось добить, но очень страшно. Начнем с том, что мы от здания. Подтягиваем людей. Тут Наполеоном начнем бить по Амадео. Пехотинцами никого не трогаем, ничего не делаем. Так, а не все, нужно хоть поменять. Все, Сау Хэмптон мы тоже захватываем. Так, что теперь совсем здорово будет. А, ну швагу у Эндамы. Все она не сможем моралью занизить. Я про это забыл. Ну ладно. Просто охрану маленькую. Пригодится. Тут можно парусник подтянуть. Здесь мы добиваем позицию. Мога пусть граната кидает. Будем атаковать здание. Так, все. Осталось теперь с Наполеоном открывать и Амадео продолжить. И, наверное, все. Закончили мы тут баталии. У меняли ход. Обедный Журдан. Или как там его? Получу очень серьезное повреждение и придется отступать. Давайте вот сюда пусть отступит. Купим дешевых людей. У нас сено. У нас сено очень слабо пошел. У нас сено. У нас сено очень слабо пошел. Ну тут понятно все. Мы сначала что-то в моем здании. Кстати, нам тут помогают немножко голландцы. Убивают вон генерала. Ой-ой-ой. Тут какой-то мужик против нас. Пошел. Давайте попробуем захватить Мюнхен. Благодаря вот такой вот опрошности. Ой, и у нас тут, кстати, город захватили. Ну ладно. С этим генералом мы сейчас тоже разберемся. Убираем вниз сура. В любом случае пришлось бы с ним избираться, так что. Потеря невеликая. Между тем, в соединении больше нет никакого здания. Так. Все, наверное. Можно подтянуть пагусник. Так. Минуту. Исменить ход. Бедняга Журдан. О, у меня птичка завалилась со старых запасов, которые я на компанию делал. Давайте я ее использую. При других обстоятельствах я бы это, наверное, не сделал. Сейчас вот ситуация такая. Кстати, у этого Роланда барабан, что ли? А, да. Кстати. Поэтому он лупит очень прилично. Да что очень, 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 очень. Давайте попробуем на корабль напасть. Ой-ой-ой. Ну ладно. Сейчас пушка. То есть у нас пройдет. Ну ладно. Хотя бы попытаемся. здесь. Этот недогенерал пытается пойти куда-то туда, в сторону. Ну, сейчас Сологов его нагонит. Вот еще пушка можно послать. Так. Все. Здесь Наполеон пусть продолжит атаку. И подойдем к юнитам. Больше идей у меня пока нет. Никаких. Накаких. Ну вот только Солдатчиков. Подпинучка Португальца. Все. Немен ход. Спасибо. Спасибо. Голланд убит, можно поставить охрану, городок, разберетесь с Чарльзом, значит одержите победу здесь. Какая вот прописная истина, так, нет, давайте вот как пойдем мы, все таки поможем сначала бойцам. Все, Давидовича нету. Не знаю, это же что-то генерал такой. Я только одного Давидовича знаю, и он к истории особо не относится, балец был такой израильский. Мир Давидович. Так, тут все. Продолжаем двигаться к Португалии. Тут копиями атакуем. И оккупируем Брунсвик. Совсем скоро доберемся до Берлина. До Берлина стоит довольно простенький генерал, с которым справиться будет несложно. Так, кстати, что в таверне есть? А, все те же личности. Значит долго еще нам разбираться. Подождите-ка я минутку. Да, Наполеоном мы походили. В таком случае все. Можно ход поменять. Всю охрану нашу разнесли. Многие англичане. В таком случае придется вернуться к Журданам и атаковать тут. Надо рабочую силу экономить, поэтому еще таких людишек надеваем. Войма сена, слабак такой. Затем мы почти с кораблем справились. Огонь походу. Если будет все очень туго, отправим десант из Испании. Ой, я не совсем на тех напал на кого хотел. Ну ладно. Podcast. Подтянем войск немного. так весь мог убивает и бонус их захвачен этом самом бонус у тебя надо бы грейк сделать рабочую силу вот тут мы построим нового юнита так все осталось тут с наполеоном и погрузим его на корабль за один я проиграла 10 раунд у ей генерал против весь туза так не убили ну а кстати . ушка есть до нее еще дожить на так что еще людишек надела и тут тоже мастера пусть установит свои силы возьму в бой журдана только расправимся с генералом с англичанами проблем не будет так ну тут мы практически победили давайте теперь покажем наглому генералу где его место тут открываем огонь артиллерии наполеоном и войсками по плывем на сицилию соединяем уже под нашим контролем все охотно менять можно и и Тут у нас выбора особого нет, полная безысходность Поскольку войска слабые Так, давайте с ракетниками еще разберемся Все, плимут мы освободили Потеряли оба корабля Есть повод для гордости Кстати, мы раскопили денег на броневик Ну как денег, рабочей силы на броневик не скопили Хотя, броневик сейчас особо так нам и не нужен Если подумать Но, наверное, давайте начнем с броневика строительства Так Пушкариков Могу пусть атакует тоже А тут пойдем по милиции Обороняемся Так Здесь у нас что? Атакуем Захватываем Пойдем против порты Так Так Все Тут Больше Особых Нету Хотя, подождите Наполеон еще Походили Да Все теперь точно Меняем ход Вот У нас сейчас второе Могу появится Потеряли Потеряли Массену Потеряли Массену Тут Боевать По сторонам Тут Еще Людей Чарльз Погиб Кстати Так Что Ну Все Уже Так Плохо Как Могу Быть Скоро Мы Разберемся Тут Уверен Тут Идеальнейшая Позиция Для Австрела Кстати Такой Кораблик И Плывем Ближе К Неаполю И Плывем Сорох Между тем Догоняет Чудо-генерала Который Атакует Непонятно По какой Вы Атакует Непонятно По какой А Тут Продолжаем Держите Барону Все Судя По всему Все У меня Вход Тринадцатый Раунд Давайте Закитаем Гранатами Этого Мерзкий Какой Мерзкий 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 Непонятно Продолжаем Ну, тут мы со всеми расправились. Теперь. Мормона. Опять шикарная позиция для обстрела. Он его воспользуется. Так, ДЗ. ДЗ, ДЗ. ДЗ пусть так пойдёт. Гранат кинет. Нет, тут смысла такого не получится. Теперь. Выправляем в СХ и отступаем. Сколько тут приватер на нас набросился. Здесь занижаем мораль. Генеральчику. И всё, встречу в ходу. Мы его точно вынесем. Вот шикарно как. Могу захватывает Тульбенгу. Всё. Ход можно сменить. Между тем появились деньги на броневик. И между тем у нас завод отбили. Обратно. Нехорошо. Сейчас мы ещё генерала лишимся тут. Ну, пока мы с этим Худом справились. Так, тут бойцами тогда ходить не будем. Приготовимся к самому худшему. Что может случиться. А в Вейльбурге мы строим два броневика. Назначаем на них Хуассаля. И в Добрый Путь. Кстати, тут у нас Гротвисы есть. Может быть мы всё-таки сделаем тут чего-нибудь. Интересно. 75,27. Так, так. 116. 136 даже. У меня есть денег. Ладно, давайте вот так. За 110. Солудатиков. Так, нет. Тут смысла. Всё было. Не вижу. Атаковать. Слишком больно. Слишком у нас Саураты далеко. Зато просто подойдём, а атаковать не будем. Так. Теперь. Выкашиваем линейную пехоту. Так. Кидаем гранаты. Стреливаемся. Португальцы опять какую-то лобудинь строят. А мы между тем конюшню захватываем. Не будем никем ходить. Ну, смысла такова. Наполеон, пускай, будет бить у пехотинца. Тут мораль за ним. А Суворов больше не будет топтаться на месте. Он вынес всех. По сути, можем суворово направить в Англию. Рядышком он находится тут. Потому что Журдан. Нам в любом случае какой-нибудь генерал понадобится. Можно назначить будет Мерцира. Но он сейчас нужна на средства, которых у нас пока нет. Журдан пока живее всех в живых. Это хороший знак. Тут можно будет взять небольшую паузу. Где-то в один раунд. Улучшим пока завод. Тут англичане еще высадились. Будьте внимательны. А здесь захватываем бейтскую позицию и едем к лоссарю. Теперь никаких проблем не будет. Уж точно. Все, разобрались мы тут с бункером. Без форда. Он вряд ли покинет свою позицию? Несмотря на конюшню. Поэтому можете ничего не предпринимать. Тут просто стойте, но ничего делать не будем. Все, этот вход можно сменить. Все, враги вернулись. Такую вот Лондон. Давайте простую пушку поставим тут. Нам остается буквально чуть-чуть, чтобы отбиться. Так. Давайте здесь забьем пока на эту пушку. Сначала на Берлин пойдем. Ой, бедняга Мога. У меня, кстати, два Мога. Бедный, который пехотный. тут между тем, поляки что-то пытаются с австрийцами сделать. Ну, Австро-Венгрия практически проиграла. Тут уже очевидно все. Так, тут никто не умер, поэтому пока ждем. тут все. Тут опять португальцы какую-то ерунду строят. Бесит уже. Бесфорт все-таки купился, на здание мы оставили. В таком случае мы его забьем тут. Вы смотрите. все. Теперь не уход. Семнадцатый раунд. Пушечку несчастную атакую. Рекрутируем Мерсера. и теперь будем лупить по конюшне. Раненый журдан вряд ли сможет сделать нет у него барабана, поэтому не будем пока находить. Практически разобрались со зданием. Смотрите, кто к нам пожаловал. Сам Фердинанд. Давайте займемся тут зданием. Моро пусть отступит. Надо помочь хотя бы милиции маленькой, чтобы освободить наш городок. А здесь продолжаем лупить по Бересфорду как ненормальные. с целью его забороть. Все. Наполеон теперь нажав не по Сицилии, по Полерму. Все. Все. Внимаем ход. 18 раунд. Бедного мэрцира тут что-то сморали ему натворили. Давайте еще пушку поставим. Пригодится. А тут мы все по-русски сделаем. Так мы восстали. А теперь с ним любой разберется. Пусть Мора гранат подбросит. Огонь. Все. Разобрались. Теперь перемещаю Сувурова. Все. И остается нам только стрельнуть по Полерму. По состоянию, которое находится за Полерму. И наконец-то продолжить трупить по Бересфорду. Убили. Все. Португалии остается маленький кусочек. Сейчас тут город захватим. Лиссабон захватим. Здание уничтожим. И все. И победили. Здесь мы уже походили всем чем можно менять. огонь. огонь. Вот так вот. Перестреляли всех. Вот и отлично. Журдан надеюсь граната накидаться не разучился. Тут надо бы еще наверное какую-нибудь артиллерию купить. дамбровский погиб. Направдая на Австрию. Ой-ой-ой тут какой-то генерал вышел на охоту. ноги. И Димурие захватил Берлин, но его могут убить. По сторонам тут охранников, по сути все, теперь, теперь сюда, и останется нам только на Неаполь напасть, Наполеоном, и здесь же мы продолжаем убить, только на этот раз по Лиссабуну, мораль можно даже понизить. Все. Так, ну со стружкой Англии уже забрались, совсем разобрались в ладьбу. Давайте посмотрим Нельсона, убили тут или нет. Воде Нельсона я тут не вижу. Хороший знак. Ну все, теперь подтягиваем этих солдат, меняем ход. Двадцатый уже раунд у нас идет. Гранаты. Гранаты. Ну тут можно конницу дешевую взять. Она тоже неплохо свою задачу выполнит. А тут я, кстати, не помню, кто первый идет. Итальянцы или священно-римцы, поэтому атаковать не буду пока. Между тем Суоров тут. Есть у меня есть. Давайте задержим неприятского генерала, чтобы он тут нас не раздражал. Опа. Давайте помогать попавшим в виду полякам. Так, сколько хпс 105? Я думаю, Лассаль может снести прилично. Ну, сначала тут, чтобы помогали не по ней. А теперь и тут. Ну, линейцев-то вряд ли вынесет. 145. Но приличные повреждения будут. Так. Тут у нас все. Потеряли Димурье. Но, собственно, генералы до хозяйки тут много пользы-то и не принесли бы. Так что, потеря невелика. Тут можно поставить подешевле кого-нибудь, я думаю. А тут ДЗ справляется со всеми своими врагами. И теперь можно с чистой совестью штурмовать порт. Вот. Тут мы Наполеоном уже подплываем к Неаполю. Так. Ну. Здесь все ясно. Здесь все ясно. Здесь все ясно. С Англией тоже все примерно ясно мне. Вот. 21 раунд. Я теперь понял, что первыми идут все-таки итальянцы. Это значит, что она будет разнести тут всех и тогда они захватят городок. Все будет хорошо. Тут что-то Эрцгерцог затевает нехорошее. Давайте тут линейцев поставим. А тут раз есть Мого, можем... Кровать Розенберга. Тут Мого какой-то слабый. Тут кстати кружка есть. Вот в чем штука. Можем купить какого-нибудь генерала дополнительного. Йорк. Почему нет? Можно Йорка взять на пулеметы или на броневик. Это не вип. То есть на гварди. Давайте на пулемет. Медальки у меня есть. Поэтому ничего не будет, если я так сделаю. Лассаль всех поубивал. Молодец. Солдатики вперед. Теперь позиции в Англии. В Англии мы уже начинаем потихонечку побеждать. Конечно. У нас усилий много еще должно быть приложено. В победе. Но тем не менее. У нас все в принципе идет неплохо. А, нет. Вот так. Черт. А, нет. денег. Давайте так отпустим. Ход. Португальцы наконец-то избавились от своей вреднейшей привычки пристроить все подряд. И теперь Дезе Португалию побеждает. Так. Все. Португалия это Франция. А теперь можно спокойно лупить по Неаполю. Так. Ну тут я думаю все. Чтобы ничего делать не стоит. Убили Журдана. Он в принципе уже умирающий был. Оттуда и без генералов в принципе справимся. Главное только отстаивать наши позиции здесь. И вовремя подкрепление вызывать. Ставим еще ушки. Так. Тут ясно понятно. И давайте с уголом против Дерцога. Генерал Йорк очень серьезное повреждение получил. Все еще только начинается по сути. Это еще людей строить. О как. Шикарно. С Востоком мы разобрались. И вполне неплохо разобрались с российским генералом. Так. Тут походили. Все ими походили. Ну тут. Тут давайте в Англию людей направим. А то больно проблематично у нас пока Санкт-Петербург. у нас. Ну как проблематично. Захватить захватим, но не быстро. Нам нужно оперативность. у нас все тут. Вы же знаете, что надо бы поскорее пойти в все миссии. Точнее Конквеста. Чтобы заполучить. Принцесс. Все. Тут ничем. Точнее никем лучше не ходить. Хотя давайте лучше. Кто знает. Может линейцы туда понесутся. Как у гориллы. И вот еще что. Тут Варшский Велигельм. И довольно заря я поступил, что не направил туда кого-нибудь в подкрепление. Надо будет, наверное, чтобы Морл выздоровел. Это тот, который. Или кого-нибудь из кружек. Надо будет позвать на подмогу. Морл номер 23. Все. Артиллерии лупим. Лупим. И тут лупим артиллерии. И тут. Просто отлично. Какими темпами скоро Англия победим. Может быть даже подкрепление не понадобится. О, мы перезагрузку заработали. Нужно будет посмотреть каких генералов я могу регруппировать. Может быть открою новую комбинацию интересную. Так. Ну а тут давайте еще людишек, наверное, сделаем. Да и хватит. Артиллерии у нас тут предостаточно. Сейчас надо будет с кораблем разделаться. Британским. А тут понятно. Тут с Италией уже справились. То есть итальянцы с этими. Как они там называются-то. Священно-Римской империей. Все. Ну тут понятно. Походили. Сулоров и Рецгерцег снова сражаются друг с другом. Еще линейный пехота на окупе. Рецгерцег противен тем, что он бегает далеко и быстро. Так. Поэтому у него неприятностей много. Так. Пулеметчик Йорк у нас поработал на ура. А Мога пусть отступает и будет выздоравливать. Розенберг получил приличное повреждение. Скоро будет убитым. Здесь у нас выбор есть. Давайте подъедем сюда. Сначала разберемся с конями. Теперь разберемся с людьми. В Священно-Римской империи остались практически одни воспоминания. Поскольку Вену мы сейчас возьмем после убийства Рецгерцега. А остальные их позиции очень слабо укреплены. Да и датчане сейчас тут, как я понял, добильно убили. Значит они тоже разберутся. Меняем ход. Двадцать четвертый раунд нашего эпического побоища. Отлично. Риверпуль наш. По сути мы уже можем без подкреплений всех добить тут. Без генералов лишних. Но я все же подтяну людей. Оперативней захватим Ирландию. Потому что переправа это, конечно, довольно тяжело. Так, тут кораблище вражеское. Опа. Что-то тут Вильельин задумал нехорошее. Так. Йорк пулеметы использует. А Розенберга это не берет. Вот. И добиваем. Тут опять стрима на храму. И тут опять вален конницу. Все просто отлично. Но скоро будет эпичная битва Лассали из Суворова. Именно она решит исход противостояния. Эдс Герцек Карл убит. Теперь мы можем штурмовать Вильню. На поле он пусть валит. Всех. И все, наверное, что тут еще можно сделать-то. Не знаю, вход. В последний раунд я с вами на этой части прохождения. В следующем выпуске, скорее всего, мы с вами добьем Европу. И потом перейдем к следующему конкурсу. По-моему, он с Америкой связан. Честно говоря, американская карта, она довольно большая и муторная. Поэтому я даже не имею представления, из-за кого лучше вам показать прохождение. Правится думать. Так. Тут стягиваем. Тут все абсолютно понятно. Наполеоном против корабля. Все. Тут турки высадились, так что в любом раскладе победим. А здесь нам остается только стреливаться. Стягиваем перцев. Ой-ой-ой, конюшню отобрали. Не посмотрел я на это. Ну ладно. Тогда задействуем мору. А тут гренадеров. Потому что тут здание еще есть. Милицию не убили с первого раза, но ладно. Ничего страшного. Много пусть подлечивается пока. Тут улучшаем город. С Англией все. С этими все, товарищи. С этими все. Все, наверное. Меняю я ход. И на этом я с вами пока прощаюсь. Меня зовут Дмитрий. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх. Всего доброго. Увидимся завтра в продолжении этого конкурса. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.